Это абсолютно не так. Ну и насколько Россия, собственно, готова к мобилизации, о которой только что заявил Владимир Путин, и с чем ей придется столкнуться, об этом поговорим с Кириллом Михайловым, аналитиком Confident Intelligence Team. Доброе утро, Кирилл. Здравствуйте. Слышали ли вы обращение Путина, которое буквально несколько минут назад прозвучало? Ну, да, слышал. И, на самом деле, с учетом того, что он нес какой-то совершенно лютый бред 20 минут, я, на самом деле, сомневаюсь, что вот те слова про мобилизацию, которые он говорит, следует трактовать как стопроцентно именно то, что будет происходить. То есть, когда он говорит, что участвуют только контрактники, мы знаем, что это не так. А когда он говорит, что будет какая-то частичная полномерная мобилизация, у нас тоже нет никакого повода ему в этом верить. Соответственно, вполне вероятно, что могут заболевать кого-то, исходя из квот каких-то, а не просто как-то специально. Соответствующих военно-учетных специальностей. Однако все-таки понятно, что, скорее всего, в ближайшее время вот такого вот массового поставления людей под ружье, сотни тысяч с калашами на дзоты пока ожидать не стоит. Путин подчеркнул, что речь идет прежде всего о тех, кто в запасе, а фактически ведь в запасе буквально те, кто вот только что пришли. То есть, можно брать ребят, которые год-два назад прошли срочную службу, их уже оформлять как запасников теоретически. А есть ли вообще какие-то ресурсные возможности у России? Потому что даже если мы не говорим о полной мобилизации, а частичной, это ведь требует огромных сейчас средств и ресурсов. Насколько вообще вот бюрократический военный аппарат к этому готов? Да, это довольно проблематично. Как видим, в принципе, не удалось полноценно подготовить вот те вот добровольческие батальоны, которых шла речь, а их всего-то там 20, ну максимум 30 тысяч личного состава. Что уж говорить о каких-то более масштабных попытках. В принципе, теоретически можно мобилизовать тех контрактников, которые уволились не так давно, не желая применять часть специальной военной операции, так называемой, и, соответственно, направить их на обучение тех мобилизованных, которые будут, потому что, в принципе, структура обучения, она развалена, особенно за полгода. Техника из учебных частей передана на фронт, многие инструкторы, офицеры и так далее тоже оказались на фронте, либо погибли, либо уволились. Но сейчас в проблему с увольнением можно решить методы мобилизации. Ну и, в принципе, насколько нам известно, даже срочники весеннего призыва, призыв весны 1942 года, практически не получали никакого обучения. Соответственно, вопрос в том, насколько масштабной может быть мобилизация, он все еще стоит, и, скорее всего, она будет медленнее и менее эффективной, чем многим хотелось бы на пророссийской и прокремлевской стране. Как вы считаете, сколько времени понадобится на то, чтобы Россия накопила силы для наступления? Потому что то, что мы видим сейчас, эти объявления референдума, это ведь речь идет о том, что Россия хочет эти территории к себе присоединить и как бы их защитить. Но теоретически она хочет, что она практически может, собственно, сделать. На самом деле, для наступления нужно гораздо больше, чем просто какое-то количество тел на том или ином участке фронта. Для наступления нужна эффективная разведка, нужен боевой дух, нужны командиры, которые освоили оперативное искусство, нужны умелые и эффективные действия в составе не просто подразделения, а целых соединений, объединений, взаимодействий всех родов войск. Все это методом мобилизации получить невозможно. Для этого нужно очень серьезно менять, в принципе, всю структуру российской армии, потому что в том виде, как она истина показала себя неспособной таким масштабным наступлением, по крайней мере, без огромных потерь. А с другой стороны, нужно повышать какое-то доверие к власти, повышать стремление народа, вообще поддержку народам этой войны. А, как мы понимаем, большая часть населения Российской Федерации просто не хочет иметь войну и ничего общего. И, соответственно, в такой ситуации я сомневаюсь о том, что мобилизация даст какие-то наступательные возможности, оборонительные. То есть, теоретически можно представить, Путин говорил о тысячекилометровом фронте, и именно последствия этого тысячекилометрового фронта мы наблюдали недавно в Харьковской области, когда оказалось недостаточной силы на то, чтобы сдержать украинское наступление. По идее, скорее всего, чего они будут пытаться добиться путем мобилизации, это именно укрепление, в первую очередь, каких-то второстепенных участков фронта, по крайней мере, которые считаются второстепенными, чтобы там не происходило того же, что мы наблюдали под Харьковом, или происходило на меньших масштабах. То есть, я думаю, что основная задача, в принципе, мобилизации на данном этапе, если она будет проводиться по-нормальному, в чем я все еще сомневаюсь, это затыкание вот таких вот дыр на фронте, которые образовываются ввиду нехватки у россиян, в первую очередь, личного состава. Ну вот в любом случае, даже если мы сейчас просто детально попробуем это разобрать, окей, берут вот этих вот запасников, это могли быть вчерашние еще срочники, у них какой-то боевого опыта нету, но хотя бы есть вот опыт службы в армии, умеют стрелять, держать оружие и так далее. В любом случае, даже если мы представим, что их сейчас в течение недели соберут, отправят на фронт, ну сколько времени понадобится России, чисто вот теоретически, да, и сколько, как мы говорим, тел собрать, чтобы попытаться вот эти дыры заткнуть? Можно начинать просто с того, что мы называем нулевая волна мобилизации, это те срочники, которые сейчас находятся на границе, и их можно просто массово собирать и направлять уже на территорию Украины, особенно если те области все-таки будут аннексированы, тогда, в принципе, это вот этот вот негласный, по крайней мере, с точки зрения Кремля этот негласный запрет не использовать срочников за пределами России, он будет снят, хотя юридически его не было даже до недавних, так сказать, изменений в законодательстве. Но понятно, конечно, что вот этот вот общественный договор про использование срочников звучит не как, вы не используете срочников за пределами России, а вы не используете срочников в боевых действиях. А вот кого сейчас Путин пытается обмануть, на ваш взгляд, себя или общество, матерей этих солдат, потому что он говорит одно, люди ведь уже видят, что происходит другое, уже полгода приходят гробы, уже матери оплакивают своих сыновей, которые не должны были туда попадать, которые просто ушли на срочную службу и вернулись уже в виде груза 200. То есть сейчас ведь мы можем в России действительно начать наблюдать волну сопротивления, потому что одно дело люди поддерживают на диване войну. Это политологический вопрос, я не готов на него отвечать. И с твоей точки зрения нам кажется, что Путин, в принципе, не очень адекватно оценил ситуацию, потому что при адекватной оценке ситуации мобилизацию было необходимо проводить в мае месяце, когда стало понятно, что текущими силами организовать какой-то прорыв и решительно разгромить украинские вооруженные силы даже на Донбассе невозможно. То есть это стало понятно буквально в первые недели после начала накопления на Донбассе. Кстати говоря, интересный момент. Если после референдумов речь уже пойдет о том, что Россия здесь защищает свои российские территории, таким образом, в принципе, можно мобилизовывать внутренние войска, полицию, Росгвардию. Это уже давно делалось, и Росгвардия не пригодна для фронтовых действий. Мы это наблюдали в начале вторжения под Харьковом, под Киевом. Мы это наблюдали в Балаклее, когда Росгвардию из Балаклея довольно успешно зачистила украинская нацгвардия, которая, хотя формально выполняет те же функции, конечно, куда более милитаризована и участвовала с самого начала в антитеррористической операции, позднее в операции объединенных сил. Но тут вопрос, наверное, такой, наступит ли еще раз Кремль на те же грабли, или все-таки, раз уже объявлена мобилизация, то прежде всего будут апеллировать к тем, кто якобы погоны носит сейчас. Это сложный вопрос. В принципе, мы не знаем, что придет у них в голову. То есть они могут забрать кого-то тоже совершенно по квотам. Если квота набрать тысячу человек, они наберут тех, кого они найдут, а не тех, кого положено. Вполне возможно, такая ситуация, например. Куча каких-то эксцессов исполнителей, куча приписок, которые будут на местах. То есть понятно, что если тебе удалось мобилизовать там 800 человек, ты напишешь, опять же, что тебе удалось мобилизовать тысячу, чтобы у тебя не было проблем потом. Если будут проблемы, то они будут потом, а не сейчас, когда ты не справился, и тебе за это будет какое-нибудь что-то нехорошее. Соответственно, понятно, что мобилизация... Мы не можем сейчас предсказать, как она будет проходить, но если она будет проходить примерно так же, как все остальное, что организовывает российская армия, российские государства, Минобороны и так далее, то, в принципе, поводы для оптимизма с украинской стороны, конечно, есть. Кирилл, спасибо большое. Думаю, мы все сегодня будем наблюдать за тем, как эти события будут развиваться. Кирилл Михайлов, Conflict Intentions Team, аналитик из Conflict Intentions Team, был с нами на связи. Абсолютно.